Не только GPS использует ОТО, теорию относительности, где поправку можно было считать выдуманной величиной, если бы не существовало множество других технических решений на базе ОТО. Доверчивый, несчастный, травмированный человек. В свободном режиме попытайтесь найти эти технические решения. Вы поймете, что их нет. Нет причинно-следственных связей. Никакого множества других технических решений на базе ОТО нет, потому что их вообще нет. Вот между теорией относительности нет логической связи к какому-то техническому решению. Все это бред, притянутая за уши галлюцинации. Нет ни одного факта, это все притянуто за уши. Просто изучите материал, попробуйте найти эти ваши множества технических решений. Это вот был Арнольд, который бегал и эту сказку рассказывал. А-а-а, ему хотелось, чтобы теория относительности что-то там помогла. Сейчас там вот несколько математиков эти сказки рассказывают. Но это вранье, это не соответствует фактам. Раз сама теория нелогична, невозможно построить логическую связь от чего-то нелогичного. Если нет логики в этом во всем, в вашем повествовании. Дверь, солдат и холодильник. Теория ОТО позволила какие-то технические решения найти. Нету ни одного технического устройства на искривлении пространства. Нету. Все. Просто напомню, что орбиты на притяжении вполне себе спокойно считаются. Любой сомневающийся может загуглить онлайн-симулятор и даже описать такой благоцельт статья, как это сделать в письмом симулятор критации. Спокойно считаются. Вы некомпетентный тезис. Вы не понимаете, что пишете. Считается ускорение. Ускорение, получаемое телом, считается через ускорение. А ускорение тело может получить двумя способами. Посредством прямого притяжения и приталкивания. Чтобы проверить, что и по факту имеет место во Вселенной, надо просто взять, посчитать, куда направлен вектор превращения силы. Все. И вы получите, что это не ускорение на притяжении, а ускорение на приталкивание. Так что вы некомпетентное чудо, которое пишет, здесь вот передает доверчивые сказки. На притяжении невозможна планетарная система. Вас обманули. Напомнит он. Напомню, что орбиты на притяжении вполне себе считаются. Напомнит он. Вы в беспамятстве находитесь. Вы не можете ничего напомнить. Вам откалиброваться в сознание, вернуться в сознание надо. Вы обмануты. Катюшек всегда прав. Пункт 2. Если кажется, что Катюшек не прав, смотри пункт 1. Здоровья Виктору Григорьевичу. Ну вот, практика показывает, да. Если мы что-то недостоверное видим, мы так и говорим. А на публику мы выносим только проверенную, только верную, достоверную информацию. Артем. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вы на полном серьезе верите в телекинез Нинель Кулагина? Ведь есть много разоблачений про ее личность. И многие иллюзионисты в мире уже проделывают такие фокусы. Следующее сообщение. Посмотрел ваше видео про телекинез. Вопрос исчерпан. Я с вами. То есть на большинство вопросов ответ уже есть. И достаточно ознакомиться с фактологией, с материалами, и вы получаете представление. Потому что действительно вот эта вот толпа бешеных блогеров, по указаниям вот этого академика Александрова, Евгения Борисовича, жулика из комиссии по борьбе с лженаукой, устроили травлю трупа Нинели Кулагиной, вот женщина умерла. Они бегают и носятся, обзываются, кидаются на нее, пытаются доказать что-то задним числом. Это вот конченые какие-то балбесы-мошенники, которые беснуются. И задним числом они ничего не могут опровергнуть. Они просто, если поливать статую Сократа помоями, то Сократ станет плохим. Вот они вот по этому принципу действуют. Млекопитающие не способны сосредоточиться. Кулакину никто по факту не опроверг. Все материалы достоверны, подписаны. Подписаны специалистами, которые пишут. Это не фокус, это не фальсификация, никаких ниточек нет. Они проверили, есть документы эти, пожалуйста, обратитесь. Найдите эти документы, прочитайте и успокойтесь. Один раз. Академик Александров Жулик, защищающий лженауку в нашей стране. Это фанат релятивизма, это агент внешнего влияния. Он должен быть подписан. Иностранный агент. Кстати, надо вот их маркировать. Иностранные агенты науки в нашей стране. Почему иностранные агенты в плане информации, в плане разрушительной деятельности по другим направлениям у нас маркированы, а лжеакадемики не маркированы. Вот их надо маркировать. Академик Александров лжеагент, иностранный агент, лжеученый. Не лжеагент, а лжеученый, да. Дмитрий Михеев, один сейчас. Я напоминаю, вселенная, котечка, это равномерный суп из атомов на равном расстоянии друг друга. Вещества в такой вселенной невозможно, так как все друг от друга отталкивается. Ну справочно. Вот в веществе атомы находятся на расстоянии, они не слиплись. Они на расстоянии друг от друга. Вы просто этого не знаете. Как выглядит равновесие на макроуровне? Это как раз равномерный суп из галактик. Вы просто уровни путаете, не можете сосредоточиться. Сосредотачивайтесь, ну элементарно уже какие-то вещи объясняем, и вы не можете сосредоточиться. Это научные факты. Мы вам рассказываем об известных научных фактах. Просто вы их не можете в общую картину составить. Здесь видите фрагмент мозаики, здесь видите, а все составить не можете. Денис Монсгомери. Вы утверждаете, что ничего не постулируете. Но то, что материя бесконечна, это первый постулат. Ахах, ведь это же так и есть. Это не постулат, это единственное возможное решение данного уравнения. Вот у нас есть незамкнутый объем, пространство бесконечное. У нас есть материя, которая никак, кроме как силовым образом, не может быть связана между собой. У нас есть четкий математический просчет. На притяжение она или на отталкивание, на приталкивание результирующем. Это приталкивание, то есть фундаментально сначала расталкивание, силы расталкивания. У нас есть, но в этом сценарии никак невозможно. У нас вся Вселенная, вся заполнена материей равномерно. И это, факт, по-другому невозможно. То есть, это не постулат, это единственное возможное решение данной ситуации. Далее, у нас есть документальная картинка, как заполнена Вселенная на макроуровне. Вот наше наблюдение. Показано, что вот есть ковер на макроуровне, который равномерен и не разлетается никуда. Все это доказательство этого факта. По-другому невозможно. А то, что у вас стеснительность, мнительность насчет бесконечности, ах, бесконечность, я не понимаю, ну это ваши проблемы не имеют отношения. И да, идите и смотрите фильм «Бесконечности». Сопоставление бесконечно больших, бесконечно малых величин. Если вам надо, если вы хотите это понимать, там просто, коротко, ясно. Это все можно понять. Один раз. И запомнить на всю жизнь. И вы не будете робеть перед бесконечностями. Виктор, когда вы говорите, что число – это выражение количества, вы должны уточнять, какое именно выражение. Пространственное выражение количества. Физическое выражение количества. Число – это вещественное выражение количества. Какое из этих выражений выражает число? Вы не говорите. Хотя вариантов может быть много. Например, информационное выражение количества подразумевает, что числа выражают количество в виде информации. Вот вы сейчас написали, так это Магва Ларон, вы сейчас написали вот какой-то лютый бред. Я не должен говорить и уточнять, какое именно выражение количества. Вот вообще, в принципе, не должен. И это вообще бессмысленное мероприятие. Вот апельсиновое количество три, яблочное количество три, банановое количество три. Ничем оно не отличается, не должен вы это оговаривать. Вы, ну, маленько заблудились, вы не понимаете, это какой-то детский, детская путаница у вас в голове. Количество – это без уточнений. Это отвечает на вопрос «Сколько?». То общее в объектах, что отвечает на вопрос «Сколько?». Вот сколько? Не «какое», а «сколько?». Если бы было «какое», я бы писал «пространственное». «Сколько?». «Сколько?». А дальше уже размерность «чего?». «Метров». Я не уточняю. Просто выражение количества. Есть размерная единица. «Килограмм», «метр», что угодно. Ровкин Михаил. Только «катючек» уверен, сколько мерностей в пространстве. Если бы «катючек» был плоскатиком на поверхности, то он бы не имел представления, что есть третье измерение, потому что в ДВД мире нет такого понятия, как третье измерение. И он бы доказывал другим плоскатиком, что есть только две мерности, а плоскатик Борис Штерн – дурак. Медаль за сообразительное, что сказать. В двумерном мире… Где ваш расположен двумерный мир? В трехмерном пространстве, да? На плоскости. Пускай эти воображаемые вами придурки, которые ползают по плоскости. Чтобы ползать по плоскости, все равно надо какой-то объем иметь. И любая плоскость – это объект, расположенный в трехмерном мире, в пространстве. Сосредотачивайтесь. Ваш двухмерный воображаемый мир находится в трехмерном пространстве. Если какой-то там бедняжка не смог сосредоточиться и думает, что свойства плоскатиков, как-то теперь от этих… от воображения плоскатиков зависит реальный мир, это не есть достоверно. Джордж Симеон. У вас в пространство какой-то вымышленный объект. Па-па-па-пам. А в реальном мире гравитацию можно объяснить только искривлением пространства, потому что все остальные взаимодействия будут поглощены черной дырой. Откуда тогда возьмется гравитация черной дыры, так она будет отталкиваться по вашей теории. Из-за того, что кто-то придумал черную дыру, сейчас у него случилась мыслительная вот эта штука со всей Вселенной. Так. И он почему-то вот замечтал, что у нас в пространство какой-то вымышленный объект. Ну, какое у нас пространство-то вымышленный объект? У нас пространство реальный объект. Мы везде говорим пространство реальный объект. То есть вы выдумали какую-то чепушню про наши взгляды и нас не обвиняете в своем каком-то мыслительном отклонении. Человека очень сильно обманули. Ему сказали, что есть черные дыры и черные дыры гнут пространство. Когда вы говорите, что пространству нечего гнулся. У человека черные дыры есть, они как-то что-то гнуты. Значит, вы что-то придумываете. Все. В реальном мире гравитацию можно объяснить только искривлением пространства. Ну вот как? Почему только в реальном мире? Вот как вот так? Только искривлением пространства. Потому что вам так завещали очень важные дуры. Или почему? Почему нельзя тяготение по ньютону объяснить? Почему нельзя приталкиванием по ломоносову объяснить? Почему? Потому что не разрешают или что? Потому что все остальные взаимодействия будут поглощены черной дырой. Черная дыра воображаемый, несуществующий объект. Вас обманули. Вот исходя из этого, вся вот ваша вот эта разруха, которая, Жорж, Семен, голова, фрагменты мышления творится, мысль, череп стук, стук. Дмитрий, не совсем понятно, почему вы отождествляете понятие пространства и вселенная. Если пространство закончиться не может, то почему оно обязано быть заполнено бесконечной материи? Количество материи во вселенной, правильно ли нам будет сказать, вещественной материи? Может быть, вполне конечно. То, что пространство вселенной заполнено бесконечным кором галактик – лишь постулат. Пространство и вселенная. Ну, есть определение вселенной. Вселенная вот не может быть без пространства. Вот любая вещественная вселенная – это какая-то материя, расположена в каком-то пространстве. А дальше уже развитие в терминах. Либо какая-то область, либо все сразу – это вселенная. Вселенная либо это область какая-то, заселенная людьми, либо все сразу – пространство, вся материя. Это вот данность, с чем работают люди. Пространство заполнено материи – это наблюдаемый факт. Вот есть наблюдаемый факт. И дальше есть какие-то элементарные действия. 2 плюс 2 равно 4. Люди могут сосчитать какие-то действия. Они поддаются их мышлению. И то же самое со Вселенной. Если висит материя, вот у нас конкретно наблюдение приборов, вот у нас равномерная взвесь галактик. Астрономы это устойчиво наблюдают. Ковер галактик, он не перемешан, он не плескается так, он не разлетается, он не сжимается не подэт внутрь. Он равномерный ковер, он застыл. Это вот наблюдаемый факт. У нас есть пространство, которое не может быть технически ограничено. И есть кусок вот этого ковра. Можем ли мы, зараза, сосчитать, что будет дальше за этим ковром? Какая у нас есть информация? Или не можем? Мы либо что-то считаем. Вот 2 плюс 2 равно 4. Вот этот вот ковер галактик, он либо волшебный, либо он на каких-то силах. Два варианта. Если волшебный, то мы дурачки, нам в детский садик. Если он на каких-то силах, то эти силы два варианта имеют. Либо притяжение, либо отталкивание, да? Которое дает суммарное приталкивание. Это версия либо Ньютона, либо Ломоносова, да? Вот. Если, ну, Ньютона мы просчитали, она некорректная, значит, Ломоносова остается версия. У нас по Ньютону бы все это схлопнулось на притяжении, напрямую в один коллапс. Вот как мы только увидели ковер галактик, да? И он у нас не схлопнулся. Это значит не притяжение. Это на притяжение оно бы уже вот так вот все со скоростью света, превышающей скорость света и так далее, и так далее. С моментальным дальнодействием вот так вот схлопнулось в одну точку. Не было бы ковра галактик, мы бы его не видели, да? А раз мы видим, значит, верна версия Ломоносова, да? Равномерный ковер, построенный на расталкивание, на отталкивание и на приталкивание. Что мы видим, да? Туда бесконечное пространство, а тут ковер не разлетается. 2 плюс 2 равно 4. Этот ковер может не разлетаться, только в одном случае. Если и там точно такой же ковер, и там точно такой же ковер, и там точно такой же, и там. То есть есть силы от таких же объектов, которые заставляют этот ковер, этот звезд находиться здесь в таком состоянии. Почему мы знаем, что силы именно от таких объектов, а не каких других? Потому что есть предел. предел любой там дискретности. Потому что как бы мы не увеличивали фрактальность, фрактальность все равно есть конечный предел, есть самый максимальный объект во Вселенной, и с него начинается вся эта вот дальнейшая, дальнейшее строение, упорядоченность материи. Это тоже как 2 плюс 2, 4 рассчитывается, все просчитывается. Вы удивляетесь от информации, для вас она непостижима по той простой причине, просто что вы, ну, недостаточно ознакомились с какими-то фактами. Эти факты очень простые, мы вам их рассказываем в каждом ролике. У нас вот что-то вот такое есть, что вы можете посмотреть. Вы посмотрите, пожалуйста, базовые ролики, зайдите на наш канал, и там вот есть графа «Самые популярные фильмы» и «Фильмы о науке». Вот то, что у нас было с самого начала. Или зайдите, там вот есть ролики, да, отдельная на YouTube колонка, зайдите в корень, вот туда, в нее, в эту колоночку зайдите, у вас будут полностью все ролики, вышедшие на нашем канале по дате. Вот их там будут. Много-много роликов. Вы туда зайдите, промотайте вниз, и там было начало, где мы начали рассказывать про это все. Поэтапно, с подробностями, подробностей все больше, 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 шло кверху, вот снизу оттуда начнете смотреть, и вы все поймете. Ну, или так просто насматривайте объем, задавайте вопросы, получайте ответы, сами себе отвечайте, потому что это, в принципе, простая информация. Или ищите ответы в наших фильмах. Далее. Павел. Что такое физическое пространство? Если физика – это наука материи, в словаре четко написано, что пространство – это форма материи. Павел. Жесть. Если в каком-то словаре написано, что пространство – это форма материи, значит, словарь написан к... вот им надо вот просто это... вот человек, который пишет, что пространство – это форма материи, и пишет это в словаре, вот фамилии таких надо оглашать, им маркер на лоб ставить, какой-нибудь знак распознавающий. Однозначно. Павел, вас обманули. Если... И это как бы нормальная ситуация, как бы не критично, вы не пользуетесь одним словарем, и зайдите, вот здесь ресурс словари на академике, зайдите, перед вами введите поиск пространства, да, перед вами выплывет там десять толкований, что такое пространство, вы прочитаете одно, второе, третье, вы поймете. Это, как правило, маргинальные какие-то представления, что пространство – это форма материи. Это вот последних лет, когда дурачки, вот эти релятивисты, начали такую дрянь писать. Бидон и молоко отличает средний человек, да, любой, со средними мыслительными способностями, что внутри бидона это пространство, а то, что туда налили молоко – это материя. Так вот, внутренность бидона, вот эта полость, это не форма материи, это просто пространство, свободное от материи или не свободное, вмещающее себя материю, но это пространство. Относитесь корректно к информации, Павел, это точно азы, которые вы должны сами для себя один раз понять, постичь и запомнить. Виктор, монтажник, ну, это с нами такие люди будут всегда. Очень хорошо, наконец-то, дали определение пространства, бесконечный трехмерный объем. Идем дальше, с чего вы взяли, что трехмерный? плоскость уже трехмерное пространство. Плоскость – это место, расположенное в трехмерном пространстве. Плоскость не является трехмерным пространством. Три измерения надо произвести, чтобы определить плоскость. для определения местоположения плоскости в трехмерном пространстве вам нужны три измерения, чтобы определить это положение. Плоскость – это двумерный объект, поверхность – это уже трехмерный объект. Мы рады, Виктор, что вы постигаете основы геометрии, но в принципе вы можете любой учебник открыть, этим заняться. либо лекцию нашу по бесконечностям посмотреть, там тоже это все определено, либо почитать вот под роликом, заходите, ссылочка, монография, там вот все словами описано, что такое пространство, что такое и так далее. Михаил Ковалев, ладно, детки, раз уж никто из вас за все это время не смог макнуть весь как как следует, придется мне, значит так, утверждение Катючика имеет ни одно значение, значит не иметь ни одного значения, ну и далее по тексту неверно в той части, что имеются достоверные примеры терминов с двумя значениями, лук как растение, лук как охотничьи и не витали, лук как селфи в лифту, все, ну мы рады, Пихаил, что вы знаете эти вещи, логика, вы критикуете собственно, не утверждение Катючика, вы критикуете первый закон логики, который говорит, что в данном рассуждении употреблять надо в одном значении, вот всегда, если вы выбрали лук как растение, вам не надо уже дальше следующим луком брать охотничьи инивертай, вот и все. То, что лук как растение называется просто обывателями, как лук как растение, у него же есть название реально, который биологи используют, ну как минимум репчатый лук, там зеленый лук. Ну, это уже, ну, вот это вот максимум, вот это вот критика, это вот, это апогеи, это вот максимальная критика, которую люди могут вышептать, применительно к материалам, которые мы даем, ну да, аммонимы там, оно узнало, что есть так-то, так, ну-ка, что там пишут у нас, аммонимы, одинаковые по написанию и звучанию, но разные по значению слова, другие единицы языка, ну, вы узнали, что есть аммонимы, дальше, ладно, будем считать ваш комментарий все-таки шуточным. Канал Научный Трибунал, подключайтесь, разносите нашу информацию по интернету, все наши материалы бесплатны, доступны, вы можете их тиражировать, использовать в своих целях, перезаливать на любые площадки. Всем добра! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!» Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!